На сегодняшний день это бифиш 3800... Сколько? Десять или двадцать было? 3810 Надеюсь. Как мы за неё боролись? Как мы за неё боролись. Давай, плыви. Вечером жду тебя ещё. Ну он тоже пойдёт с братом вместе. Субтитры делал DimaTorzok Оставил шикарный ресторан в городе Таразе и решил отметить день рождения с коллегами на берегу Чердары в замечательном турнире, устроенном Южно-Казахстанским карповым клубом. Мужской поступок, пацаны. На работу скорую возьмёшь, я не знаю. Команда Ташкент. У тебя по настроению они... Команда Ташкент Команда Ташкент Команда Ташкент Команда Ташкент Команда Ташкент Минимат Ташкент Например, до 500 г ищеновщик Выз喜歡 ну а так вода есть вода его 30 начало есть сегодня третий день соревнований уже определилась тройка лидеров и рядом со мной дядя андрей это один из людей кто один из первых начал ловить на волос карпу рыбу дядя андрей расскажите об оснастке и о поведении поводках волос на оснастка для того чтобы не ранить рыбу если вы одеваете наживку на крючок то получается он ее заглатывать и может поранить пораниться ну вплоть до летального исхода да и многие рыбаки знаешь крючок остался допустим судак сразу умирать змея голова может умереть если волосы на оснастка когда клюет сазан или карп она цепляет за губу вверх-низ и боковую сторону и рыба остается ну она не умирает мы когда карпейки в лавруми и на соревнованиях и и отпускаешь она живет поговорим о сознании его палат ну а вот как когда вот она попадает на крючок так она себе как самому рыбаку но сазана одна из самых активно сазана одна из самых таких рыб которые ну боец боец и ну когда попадает на крючок он хочет освободиться и зависит от размера рыбы от оснастки от от умений вываживания как с ним ну бороться вот он как сопротивляется но сазан может уйти вправо влево может залечь на дно и вот есть разные способы допустим направление удочку менять это зависит игру от опыта а 30 грамм косы больше было а а и 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 нарьком и потому что мы с Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вечером ждут тебя еще Не, брат его Ну, он тоже пойдет С братом вместе Ну, я посмотрел По ютубу рыбалку Насчет рыбалки И смотрю, в Чардаре прошли соревнования По телеканалу ТВК Включил, посмотрел Нашел людей И вот начал Картышевым увлекаться Вас поплатили Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие, 950 согласно? Отлично, молодцы Назадный самый мудрый суд У меня есть поразительная уверенность, что ребята зададут тон. Мы находимся на секторе под номером 5, где участвует председатель Алматинского карпового клуба Евгений Блажен. Евгений, расскажите нам о каких-то новшествах, какие бойлы используете на этом соревновании, меняли ли вы тактику сою сегодня во время соревнования, какие вкусовые предпочтения, какие вкусняшки вы используете? Ну, очень приятно вас видеть, так же, как мы два года тому назад встречались на этом замечательном озере. Еще раз повторю, что очень здорово. Раньше было около 10 команд, сегодня уже 14 команд. И команды представлены Тарасским карповым клубом. Там три команды, кажется, приехали. Также сарагашцы наши, джетесайцы, шимкенцы. Ну и, конечно, большое спасибо Южно-Казахстанскому карповому клубу, что он поддерживает эту связь с хозяевами озер, наверное, водохранилища и так далее, где самый главный принцип – поймал-отпустил. Тарасскому карповым клубу. Нормально. Ждем поклевок, трофеи. Надеюсь, будет еще. Прогнозы окончательные делать рано. По факту, на вчерашний вечер команда ФСЛК и команда плюс один, они прямо один в один шлило. И все-таки вышло там на сотню граммов плюс один команда. Сегодняшнее извешение показывает уже даже приблизительно, что фавориты поменялись в пятерке в целом. Что рождает новую интригу. Ждем и надеемся. Крючок, если после схода, надо проверять крючок. Или на кожу, или же на ноготь. Он царапает. Видите, острый крючок. Этот хороший. Хана. Заряжай. Он заряжающий. А я этот, я наводчик. Ха-ха-ха. на сегодняшний день. Какой день у нас? Что за вами идет? Наступает за? Команда Алтынбалк Сейчас точно не знаю сколько килограмм но знаю что она идет третья Олег, вы той же тактики придерживаетесь? Подкормки и поменять снастей или что-то будете менять? Нет, наверное менять ничего не буду. Уже последний день остался В общем отлавливался и считаю что нормально отлавливался уже будет поздно что-то менять из этого наверное менять ничего не буду. Какой тактику применять? Прикормка, кукуруза, запахи дипы. А запахи в основном прикосимых на сегодняшний день? На сегодняшний день мед наверное А вчера вы что использовали? Тоже мед потому что если на что-то клюет и уже какие-то есть результаты менять не стоит наверное Экспериментировать можно на рыбалке но на соревнованиях наверное не стоит Вот я-то думал что уже осень, холода наступает и она будет более протеинной выбирать? Нет, для нее комфортная сейчас температура 18-15, ну чтобы наверное не ниже 15 градусов по-другому по-другому Петру Петру Тихо Петру Петру Да Устраняем свои оснастки. Очень хороший вопрос. Для того, чтобы сюда приехать, конечно, все стандартно имеют свое грузило, своя клипса безопасная, которая при зацепе где-то за что-то отстегивается грузило таким макаром и она отстегивается и ваш монтаж остается на месте. Да-да-да, она просто освобождается, что грузило не бьется и так далее. Это клипса, да, это называется клипса. Она выскакивает. Вот, закрываем хвостиком, вот этим, вот там, вот там и все. И при зацепе, когда вы тянете, 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 она тык и ушла. И от этого монтажа, если даже порвется леска и так далее, она в основном режется, рвется, легче рыбе просто освободиться от этого. Очень хороший монтаж именно для ваших бровок. В чем вопрос в том, что когда рыба, когда ты закидываешь ее, сначала монтаж надо крепко сделать, когда ты закидываешь свое грузило, это втыкается в бровку грузило, рыба сопротивление делает вот таким макаром, когда ты начинаешь тянуть леску, грузило падает. То есть отстегивается грузило полностью. Благодаря, вот этому монтажу. Вот этому монтажу. Вот из вот этих вещей. Ну да, сегодня такое самое простецкое решение я решил как бы сделать. Конечно, лучше поставить большой бойл для того, чтобы мелкий сазан тебя не сбивал твою насадочку. Пришли к этому простому решению. Просто делаем бойл. Это мы подрезаем для более быстрого запаха, чтобы он быстро отдал запах. Потом продеваем и одеваем сюда, что интересно, пенку. Вот эту пеночку. Которую преждевременно смачиваем где? В дипе. По обжимаем ее, чтобы она впитала как губка. И только тогда мы ее одеваем сверху. Особенно следующее. Ваш бойл не лежит на дне, а он всегда у вас вот в таком подвешенном состоянии. Сейчас я его заправлю. Потихонько подтягиваем. Нижний стопорок тоже подтягиваем. Вот так. И у вас он на дне вот таким макаром стоит. Не вот так, не вот так, а именно вот так. Но это еще не все. Для того, чтобы сегодня привлечь еще быстрее рыбу, мы делаем следующее. Мы берем размер побольше. Вполне достаточно 3-4 штучки пополам. Берем иголку. Берем иголку. Да, это игла для ПВА-стиков. Нанизываем штуки 3-4, смотря какая дальность полета у нас будет. Желательно посерединочке все делать, чтобы соблюсти центр полета и так далее и тому подобное. Выровнив. Вот так мы продеваем ПВА-нитку, которая в воде у нас что сделает? Растворится. Можно сделать вдвойне даже. Вот так протянули, накинули ее, чтобы не делать лишние узлы, завязок и так далее. Вокруг шляпки вот так сделали. Стянули на центр. На центр. Вот так, к примеру. Вот у нас маленькая гирляндочка. И самое главное сейчас крепление к крючку. Кто-то может сделать просто здесь вот такую петельку. Потом зафиксируем ее. Простые узелки, чтобы сохранить этот узел. Потом обрезаем. И вот здесь главное нам что сделать? Восьмерочку ложненькую такую. Вот таким макаром мы можем закидывать. Еще мы можем что сделать? Мы можем опустить это все в дип. Не будем основное опускать, потому что у нас пенка такая, такая. Не будем... И что самое главное, что самое главное, и отложить в сторону до заброса. Ну, она постоит, пока ты закроешь, пока ты приготовишь, пока ты встанешь на исходную и только потом ты забросишь. Знаете, мы создали вот, я говорю, 7 лет, более 7 лет назад создали вот на добровольной основе карповый клуб. Почему карповый? Вообще, спортивный вид рыбалки, она делится на нескольких видов. Один из лучших, один из таких очень притягательных, это карпфишинг. Карпфишинг у нас только-только сейчас развивается. Мы поэтому привлекаем в наши ряды спортсменов, профессионалов, от которых мы, вот, чтобы перенять опыт. То есть участники тоже могут здесь узнать отношения? Да. И вот такое мероприятие проводить в Южно-Казахстанской области, есть все основания. Это все факторы имеются. Один из важнейших факторов, это уникальное водохранище Шардара. Да. Она занимает третье место по объему в Казахстане. Погода позволяет здесь проводить соревнования ранее весной и поздней осенью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и по традиции егерь местного побережья Сергей Романович решил в очередной раз нас удивить своими находками. И вот эти все камушки, это все сделала природа. Тут ни доработки, ничего. Сделала природа. Это я был в Аральске, там нашел. Потом в Чардаре, что необычные камушки эти. И совхоз Абая, там есть карьер, я туда ездил за этой щебенкой. Там тоже вот. И вот все это, вот такие необычные камушки. Собирал, сделал коллекцию. Вот мы с дочкой, она мне помогает тоже. Вот такие необычные камни. Вот сейчас вот все дети тут смотрят. Очень интересно, необычно, да? А вот поделки кто? А, поделки. Эти поделки тоже вот. Это сделала природа. Там природа. Просто мы глазик вставили. Вот это что? Варанья. Вот это варанья. Это фламинго. Фламинго я не видел. Вы это покажи, пожалуйста. Да, фламинго. Да, фламинго, вот. Вот так вот. Фламинго, да, вот. Жура, жура, журавель, облетел он сомалией. Облетел, обходил, крылья ноги натрудил. Мы спросили журавля, где же лучшая земля? Он ответил, понятая, лучше нет родного края. Рядом со мной находится главный судья Южно-Казанского Карпового клуба. Сой Олег Анатольевич. Олег, давайте поговорим о итогах утреннего взвешивания. Кто у нас сейчас лидирует, кто отстает? Какие прогнозы, какие результаты? Ну, как и ожидалось, что профессионалы, спортсмены из Алматы показали себя. Они, безусловно, лидеры. После них достойные выступают наши команды местные. Они тоже бывают в Алматы. Это плюс один команда. Шестой сектор, да. Далее следует Калтымбовых сорокачах. Потом Хейштайн и Ташкент. Плюс商 с Ташкент. Звучит. Еще раз. На сегодняшний день три рыбы весом 1,340 кг, 1,430 кг и 1,830 кг. Субтитры добавил DimaTorzok Сектор номер 3, команда из Узбекистана Ташкент называется. Да, нету. Не получается. Пока нету. Но рассчитываем на ночь. Думать будет. Сегодня последний день, то есть последняя ночь. Посмотрим. Есть в арсенале несколько рецептов. Мы сейчас посовещались, меняем тактику и будем отрабатывать. Дилограмм, 30 кг. Команда плюс один. В числе лидеров. Всякого рода соревнований. Ну, почти все. Олег, сколько? И 360. В рыбах это не будет? Нет, нет. К сожалению, нет. Вы что-то поменяли? Да, поменял. Дистанцию поменял. Будем искать рыбу дальше. То есть, дистанция как? Дальше сделаем рыбу? Да. Это уже прикреп. Сегодня нет. Мы сейчас еще раз разворачиваем. Дальше решение, там. Постало? Да, да. Мы будем бояться. Дальше тактика не получится. Нет. Последнее тактика не происходит. Сектор номер девять, команда Фиштайм, опытные спортсмены. Хороший результат, не часто выигрывают, но результат всегда у них хороший, выше среднего. На сегодняшний момент у них четвертое место, в карфиджинге входят в пятерку, это очень хороший результат, по сути. Новички, так скажем, стараются, но пока сложновато. Зачеты? Чисто не зачеты сегодня. Ну я менял дистанцию, попробовал, никаких результатов, так же. А потом? Не, не меняли, так же кормят. Музыка. 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 ПСЛК. 11 сектор. Ребята из Алматы. Постоянные участники международных соревнований. В последнее время не дают им выехать, нехорошие люди. Честь нашей страны отстаивают. А так, в целом, ребята молодцы. Бронзовый придёр в личном зачёте сон Максиму на чемпионате мира в 2012 году. А ну, что вышло? У нас две зачётные рыбки есть, и один, по-моему, пограничник, если я не ошибаюсь. Мог проспать просто. Да. Ну, остальное, по-моему, наверное? Да нет, как вот вышли, так и стоим. От 135 метров до 50. По-разному идут поклёвки, то там, то там. У нас нет такой темы менять. Мы сюда ехали готовы и заранее всё сделали. Ну, сейчас дистанцию поменяли, думаем. И в куст поменяли. Должна рыба пойти. Сектор номер 14. Команда из Тараза. Ребята, как успехи? В общем, вчера было лучше, чем сегодня. Вчера было очень много поклёвок. Сегодня, может, какие-то магнитные звуки, я не знаю. Ну, вот тогда с приватом пойдёт. Ветер вращается. К ночи третьего дня соревнования поднялся сильный ветер на водоёме Волны. Я думаю, что он сильно подпортил настроение тех участников соревнований, которые надеялись на сегодняшнюю ночь. Но надеемся, что к утру ветер утихомирится и они наверстают упущенное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА